Сегодня мы поговорим про быстрые радиосплески. Это сейчас, наверное, одна из самых жгучих загадок в астрофизике. То есть, может быть, не самое главное, что такое тёмная энергия, может быть, важнее, но это очень хорошо поставленный вопрос про радиосплески. Он появился относительно недавно, примерно 10 лет назад. И я практически впервые в таком вот рассказе про быстрые радиосплески нарочит и не буду пытаться угнаться за самыми последними новостями, потому что, скажем, 2-3 интересные статьи по этой тематике вышло сегодня. И поэтому темп каких-то новых результатов достаточно велик, и лучше мы поподробнее поговорим про какие-то основы, с чего всё это началось, и к чему это всё может привести. История начинается, как и многие истории, с технического прогресса. В радиодиапазоне очень трудно идентифицировать, как астрономические источники, отдельные короткие всплески. Это трудно делать в первую очередь потому, что атмосфера, магнитосфера очень сильно фонит. Есть много всяких техногенных наводок, которые тоже дают короткие радиосигналы. И поэтому обычно, если какие-то транзиентные радиоисточники обнаруживаются, то они или повторяющиеся, и тогда понятно, если он у вас регулярно выдает периодический сигнал, то в конце концов вы можете избавиться или от всех технических помех, или поймёте, что в магнитосфере это не происходит регулярно, и выделите этот сигнал. Или же транзиент достаточно длинный. То есть это как бы радиовспышка, но она развивается пару недель. В магнитосфере ничего похожего не происходит на таких масштабах. Но в техногенной сфере тоже не происходит. И тогда мы идентифицируем радиотранзиент. Наконец, чаще всего оказывается, что радиотранзиенты сопровождаются вспышками в других диапазонах. И, условно говоря, люди видят гамма-вспышку какого-нибудь Блазара, и одновременно в радиодиапазоне тоже регистрируется транзиент. Или, что в последние годы происходят, регистрируются радиотранзиенты, связанные со вспышками сверхновых или ещё с какими-то родственными явлениями. Но про отдельную короткую вспышку, по сути, вы слушаете радиоприёмник, и там такой треск раздаёт, щелчок. Сказать, что это астрономический источник, очень трудно. И поэтому технология, надёжно позволяющая идентифицировать такие отдельные всплески, как астрономические источники, появилась недавно, то есть реально недавно, в XXI веке. Когда она появилась, то довольно быстро, на масштабе пары лет буквально, было сделано интересное открытие. Были открыты, так называемые, вращающиеся радиотранзиенты. РАЦ, аббревиатура, это Rotating Radio Transients. Они были обнаружены как короткие миллисекундные всплески, уединённые, но дальнейший мониторинг показал, что они всё-таки повторяются. Повторяются нерегулярно. То есть представьте, допустим, у вас период 1 секунда. Но выглядит это так. Вы отнаблюдали всплеск. Через секунду ничего, через 2 ничего, через 3 ничего, через 167 ничего, на 168 вы видите ещё один всплеск. Потом опять секунду ничего, 2 ничего, 3 ничего, а на 4 секунду всплеск. То есть всплески оказываются хорошо, таким образом, сфазированными. И поиск периодов, по сути, это поиск наименьшего общего делителя для временных промежутков между всплесками. То есть в неком смысле, в конце концов, для надёжной идентификации понадобилось повторяемость событий. Но важно, что каждый этот всплеск, и, соответственно, первый всплеск для каждого источника, люди научились идентифицировать. И когда эти периоды были выявлены, периоды оказались порядка секунд. Как вы знаете, фактически только нейтронные звезды могут поддерживать хорошо когерентные, устойчивые периоды в таком диапазоне, в секундном диапазоне. Всё остальное или расплывается, или имеет большие периоды. И причина очень проста. Это, можете так навскидку сказать, предельный период вращения для кометы или астероида. Плюс-минус. Вот если вам покажут комету, которая крутится с периодом каким, это вас удивит. Вас ничем не удивить. Был такой персонаж, Пачкуля-Пёстренький. У него был девиз, как вы помните, никогда не умываться, на чему не удивляться. Ну, каких, назовите хоть какое-то число, пока я стимул не начал использовать лазерный? Месяц. Месяц. Но месяц не удивит, хорошо. Посчитать, на самом деле, это очень легко, естественно. И за это время вы уже можете в уме посчитать. Для любого вращающегося тела предельная скорость вращения близка к скорости убегания на поверхности. То есть, вы понимаете, если вот... Ну, представим, что мы на экваторе, да, для простоты. Вот я сижу на столе на экваторе, мы начинаем землю раскручивать всё быстрее и быстрее. Начиная с какого-то периода, я начну приподниматься над столом. Этот период примерно и соответствует разрушению. И он работает более-менее для всего, состоящего из более-менее обычного вещества. Для комет это пара часов. Для комет астероидов при большем периоде они начинают разваливаться. И если вы посчитаете, вот периоды порядка часов, это вполне себе такая характерная вещь для многих тел, состоящих из обычного вещества. Сделать тело устойчиво вращающее, большое тело, вращающееся с периодом 1 секунды, довольно трудно. Естественно, мы это можем сделать для мелких объектов, но тут гравитация не важна. А если важна всё-таки гравитация, то секунды это уже почти недостижимо, это нейтронные звёзды. И поэтому мы видим вот эту диаграмму ПП с точкой, самую знаменитую диаграмму, самый знаменитый рисунок, когда мы говорим о радиопульсарах. По горизонтальной оси отложен период вращения, по вертикальной оси производные периоды, то есть на сколько период замедляется за единицу времени. Типичная единица, там секунды за секунду, но год за год то же самое, естественно. Величина безразмерная оказывается. Чёрные точки это обычные радиопульсары, красные это магнитары, про которые вы должны были слышать, зелёненькие объекты великолепной семёрки, про которые вы могли и не слышать. Ну вот, синие треугольники это вращающиеся радиотранзиенты. Видно, что они примерно налезают на область радиопульсаров, но интересно, что первые открытые располагались вот здесь. И они, как казалось, занимают промежуточную область между объектами великолепной семёрки и магнитарами, поэтому было много всяких обсуждений, спекуляций, не является ли это какой-то интересной промежуточной стадии. Но как бы то ни было, благодаря вот этому технологическому прогрессу, благодаря появлению возможности идентифицировать отдельные, очень короткие, уединённые такие всплески в радиодиапазоне, был открыт, как казалось, новый тип нейтронных звёзд. Сейчас мы скорее склонны считать, что это новый тип активности нейтронных звёзд. Потому что похоже, что это всё-таки такой хитрый подвит радиопульса. Здесь показан непрорывный переход, примерно как в мультфильме про удава, слонёнка и обезьяна, и попугая. Когда в одном из эпизодов они обсуждают, что такое куча. Десять орехов – это куча, один орех – это не куча, девять – куча, два – не куча, две где-то там на пяти-шесть, они ломаются, не могут определить. Вверху мы видим нормальный радиопульсар, пульсар в трусах. Каждый период мы видим импульс, каждый оборот. Мы начинаем выбирать пульсары, которые не столь регулярны. Вот ещё один пульсар, он довольно часто выдаёт импульсы, но есть периоды долгого молчания. Внизу классический вращающийся радиотранзиент. Но чем больше радиотранзиентов открывали, тем больше обнаруживали объектов, у которых не такие большие промежутки между регистрированными импульсами, а покороче. И, соответственно, всё это непрерывно таким образом заполняется. И провести жёсткую, резкую границу трудно. Скорее, как это часто бывает в астрономии, сейчас границу проводят, исходя из просто метода обнаружения. Бывают объекты такой двойственной, но родственной природы. И, соответственно, если открывают по тому или по другому признаку, то, соответственно, именно так и называют объект. Но это, по всей видимости, повторюсь, какая-то форма пульсарной активности, которая до конца как следует не понята, но до конца не поняты механизм излучения радиопульсара. Дальнейшее использование этой методики, поиск уединённых всплесков, собственно, и привело к тому открытию, о котором мы будем говорить. Люди начали, в первую очередь, использовать данные пульсарных обзоров. Важно. То есть, данные уже существовали. Это обзоры в радиодиапазоне, в первую очередь предназначенные для поиска пульсаров. Поэтому, в первую очередь, сосредоточенные в плоскости галактики или в каких-то интересных районах на небе, ну, например, большие и малые Магеллановы облака. И в 2007 году, анализируя эти архивные данные, подчеркну, был обнаружен уединённый радиовсплеск. Никаких повторов обнаружено не было. Это не было похоже на вращающийся радиотранзиент. И изначально, естественно, там долго обсуждалось, как не перепутать одно с другим. Про это есть специальная статья, кому интересно. Здесь я, наверное, должен оговориться. Я чаще всего буду ссылаться на статьи по архивному номеру, потому что искать статью там Иванов и другие в 2018 очень трудно. А по номеру вы сразу её находите. Но единственное, для вас пока тайно истает, кто же там первый, кто второй и так дальше. Но самой главной особенностью этого всплеска была большая мера дисперсии. Про меру дисперсии мы подробнее поговорим. Пока я вам напомню, что скорость электромагнитных волн в вакууме, ну, по крайней мере, в стандартных моделях, одна и та же. Но когда у вас электромагнитные волны, в нашем случае радиоволны, распространяются в среде, то из-за дисперсии скорость начинает зависеть от частоты или от энергии, или от длины волны, значит, что вам больше нравится. И, соответственно, волны с большей длиной волны приходят позже. И именно это здесь и нарисовано. По вертикальной оси отложена частота, на которой наблюдали. 1,4 ГГц это стандартная частота, это примерно 21 см. А вот здесь задержка временная. Задержка в миллисекундах, то есть задержка такая хорошо измеримая. И вот он, наш всплеск, уединенный всплеск, который на разных частотах, вот в диапазоне 1,5 до 1,25 примерно на ГГц, наблюдался с некоторым сдвигом. И вот этот сдвиг позволяет вам определить мир дисперсии, что позволяет вам определить, сколько электронов было на луче зрения. По сути, это позволяет определить колонковую плотность вещества. И вы понимаете, мы живем в галактике, а дальше как бы почти пусто. И мы посмотрим с вами на картинках. Вы прокалываете галактику, вы знаете максимальную меру дисперсии, максимальную колонковую плотность, которую вы можете набрать в галактике. И в данном случае она гораздо больше. И тогда дальше вы считаете уже в межгалактической среде, как далеко вам надо уйти, чтобы набрать такую колонковую плотность. И в данном случае получается очень далеко. То есть если вы используете такую простую модель, то светимость получается колоссальная. Получается 10,43 в секунду. В радиодиапазоне. Только в радиодиапазоне. Ни в каких диапазонах вспышка в этот момент не наблюдалась. Сама вспышка была зарегистрирована в 2001 году. То есть соответствующий кусочек архивных данных относился к 2001 году. Никаких вспышек в других диапазонах не было зарегистрировано. Как вы понимаете, сделать вспышку только в радио вообще, говоря, технически очень трудно. В природе не так много процессов, которые дают только радиовсплеск. А дальше спектр у вас обрезается. 10,43 только в радио. Это фантастически много. Что мы в дальнейшем еще увидим. Первый этот всплеск был обнаружен вблизи Магелланового облака. Использовался 64-метровый телескоп в Парксе. Одна из основных машин для открытия радиопульсаров в настоящее время. В радиодиапазоне, как вы помните, есть диаграмма направленности. И вот эти кружочки, формирующие такую шерифскую звезду, это как раз 13 лучей телескопа в Парксе. Вот в одном из лучей, в одном из бимов, был зарегистрирован всплеск, он отмечен квадратиком. Он, очевидно, не связан с Большим Магеллановым облаком, поскольку мера дисперсии это не позволяет. Ну и вот здесь для радиосветимости выксана уже формула, куда можно все подставлять. В данном случае поток составлял 30-40 янских. Измерить поток одиночного всплеска, который наблюдалось в одном луче, с большой точностью очень трудно. И, соответственно, если мы сюда подставим 30-40, и решим, что излучение идет в 4π, то мы получим расстояние примерно 1 гигапарсек. Ну, если вот светимость такова. И наоборот, если расстояние 1 гигапарсек, что следует из меры дисперсии, то светимость будет примерно такой. Эта ситуация сразу напомнила людям ситуацию с космическими гамма-склестами, которые, как вы помните, были открыты в самом конце 60-х годов. Благодаря запуску систем контроля ядерных испытаний. Это один из спутников системы ВЕЛА, которые были предназначены для гамма-мониторинга ядерных испытаний после того, как был подписан факт об ограничении ядерных испытаний в 3-х средах. И, соответственно, эти аппараты начали регистрировать гамма-всплески. Это самый первый зарегистрированный гамма-всплеск. Опять-таки, координаты были определены не точно. И в случае быстрых радиус-сплесков это тоже верно. Ну, точность лучше, чем в случае гамма, но все равно недостаточно с точки зрения однозначной идентификации объекта. Самое главное, ничего не наблюдается в других диапазонах. И точно так же, как в данном случае люди первые лет 25 рассматривали очень разные гипотезы, при этом довольно быстро все-таки выделивались две основных гипотезы. Это вообще очень интересный дебат, и я вам такой кусочек истории быстренько расскажу. Было много всяких идей, включая, естественно, инопланетян, которые традиционно объясняют все. Были идеи, что это происходит в Солнечной системе, но самые главные два быстрых выделившихся направления, что это или одиночные нейтронные звезды в галла нашей галактики, или это какие-то супервзрывы на космологических расстояниях. Как вы знаете, последнее оказалось правильным. Есть два типа процессов, приводящих к космическим гаммам-всплескам, слияния нейтронных звезд. Они дают более короткие, более жесткие всплески. И некий особый вид сверхновых, по всей видимости, связанный с крецией на сформировавшуюся черную дыру, они дают более мягкие, более длинные всплески. Но для того, чтобы однозначно ответить на вопрос, понадобилось 30 лет наблюдений, и произошедшая спустя эти 30 лет, одновременная идентификация вспышки в двух диапазонах. Это позволило точно определить координат. В этом была хитрость. То есть второй диапазон нужен был для координат. Что в нашем случае нужно для точных координат, мы еще поговорим. В 2007 году появилась первая статья. Статья в Science. То есть это сразу казалось очень интересным. Тем не менее, люди не бросились массово окучивать эту тематику, потому что данных мало, случай всего один, одна ласточка не делает весну, и как-то все затихло. Следующего сообщения пришлось ждать 5 лет. Снова это, естественно, открытие в архивных данных, снова большая мера дисперсии, но в этот раз источник находился в плоскости галактики. Замечу, это само по себе неудивительно, потому что обзоры, которые использовались, они переэкспонируют плоскость галактики, поскольку там еще пульсары. Тем не менее, у вас есть два всплеска. Один не в плоскости галактики, один в плоскости, и любой нормальный астроном все-таки начинает скорее думать, что это галактические события, тот первый странный всплеск оказался высоко, а в норме они должны быть здесь. Что это такое, все равно непонятно. Забегая вперед, авторы считали, что это исповедие. Ну, они ни на чем не настаивали, но в качестве они наблюдатели. Ну, всегда хочется что-то написать. Они написали, что это испарение черной дыры, поскольку испаряющиеся черные дыры были предсказаны как источники коротких всплесков, и основная проблема там, что они видны с небольшого расстояния, но тем не менее, тут так на пальцах более-менее подходило, поэтому почему бы не назвать. Самое интересное, что можно было назвать в данном случае. Хорошо. Дальше люди начали наблюдать похожие явления, и обнаруживалась группа событий, которые назвали перитоны. Перитоны – это крылатая линия, он так и выглядит в Википедии. Можете посмотреть, картинка из Википедии. Перитоны – это короткие радиовсплески, демонстрирующие нечто похожее на меру дисперсии, то есть они приходят с задержкой на более низких частотах. Вот пример. Полосочка не очень ровная, она такая пятнистая, но тем не менее. И люди за несколько лет обнаружили несколько десятков таких событий на телескопе Паркоса, где, к слову сказать, были обнаружены два первых быстрых радиовсплеска. Снова ситуация, значит, становится такой непонятной. У вас есть больше, чем полсотни явлений, и из них 90%, даже 95%, выглядят как явные какие-то помехи. А два, ну, вроде выглядят как астрономические источники, но мы же знаем, что помехи бывают причудливые, удивительные, и они очень могут быть похожи на астрономические источники. У меня вот рассказывали такую историю. А, мы записываем, я не буду рассказывать. И, соответственно, вот, когда появилась проблема перитонов, то люди считали, что нет, ну, многие люди считали, что нет никакой проблемы быстрых радиовсплесков, это какие-то события в магнитосфере или техногенные. Одна из красивых идей, это то, что самолет пролетает сквозь диаграмму направленности, и время совпадает прекрасно, мощность сигнала совпадает прекрасно, поэтому первое, что люди сделали, они проверили расписание, не летают ли там над Фарксом сквозь диаграмму направленности самолета, в это время оказалось, что не летают. Но, тем не менее, большого развития не было, и ситуация кардинально изменилась летом 2013 года. Вот с этого момента начинается такая бурная история быстрых радиовсплесков, то есть, соответственно, реально проблеме быстрых радиовсплесков, соответственно, в этом году будет только 6 лет. То есть, пока 5 лет с половиной прошло, в статье было представлено сразу 4 события, которые очень похожи на первые два всплеска, они не лежат в плоскости галактики, у них замечательные меры дисперсии, ровненькие, аккуратненькие, появилось устойчивое название быстрые радиовсплески, которое мне совершенно не нравилось, например, надеваться уже нет, оно так быстро приросло, потому что быстрые радиовсплески, это ни о чем, как-то не хватает прилагательных. Мы предлагали миллисекундный мегалактический радиовсплеск гораздо лучше. Но, тем не менее, уже по первому событию, об этом я пока не говорил, но уже по первому событию можно было оценить темп. Вы понимаете, у вас будет плюс-минус 100%, но событие обнаружено в результате обработки обзорных наблюдений, а не просто вы навели телескоп, удара, оп, получили вспышку. Поскольку вы обрабатываете обзорные наблюдения, это позволяет оценить частоту событий. Понимаете, вы проехали в неизвестном городе, еле 150-й автобус. Сколько, скорее всего, маршрутов автобуса в этом городе? Скорее всего, 300. Поскольку вероятно, что вы откуда-то из серединки распространяете. Естественно, вы любой можете взять, но в данном случае, если угадывать, то нужно называть число порядка 300. Соответственно, темп совершенно колоссальный. И уже по первому событию он был такой же. И здесь по анализу 6 событий, первые 2 плюс 4, он не менялся, не меняется по всю пору. Вот такая по порядку величина оценка, как несколько тысяч в день на всем небе, она остается. Несколько тысяч в день – это очень много. То есть за то время, пока я говорю, уже много всплеслов произошло на небе. Но, как вы помните, в радиодиапазоне, что мы увидим, диаграмма направленности очень узкая. То есть вы выхватываете крошечный кусочек неба, там, хоть одну 100-тысячную небу. И поэтому, если вы чувствительным телескопом смотрите в одну точку, в разные точки, шарите по небу непринципиально, вам нужно несколько месяцев, чтобы поймать хотя бы один всплеск. Поэтому, соответственно, их поймали не так много. Не все радиотелескопы вообще способны это делать. Вот, не везде стоит оборудование, которое способно такие короткие всплески идентифицировать. И поэтому общее количество пока невелико, пока оно не превосходит сотню. Но темп, повторюсь, вот несколько тысяч в день – это очень устойчивая оценка, начиная с самой первой работы. Итак, стало ясно, что это космические всплески, то есть появилась реально астрофизическая проблема. Кроме того, была решена проблема перитонов. Сделали это две замечательные девушки-наблюдательницы в Парксе. Они провели тщательнейшие исследования. Кто не читал, я очень советую прочесть эту статью. Она еще вышла в начале апреля. Она читается, как совершенно первоапрельская статья, но это очень серьезный исследователь. Ответ простой – это микроволновки. При определенной конфигурации телескопа, когда он смотрит в определенную сторону, микроволновка на кухне-обсерватории может выдать такой сигнал. Почему она выдает такой сигнал? Микроволновки вообще достаточно безопасное устройство. Вы понимаете, астрономы думают об астрономии, и никто не ждет мерзкого блямкающего звука, когда все разогреется. Вы нажимаете кнопку «Открыть дверцу» за секунду до того, как все разогреется. И вот в тот момент, когда открывается дверца, соответственно, система тушит все это, чтобы вас не сварило этим микроволновым излучением, немножко радиоизлучение выбирается наружу. И в этот момент, в определенной конфигурации, телескоп видел перитон. Кстати, есть замечательная фраза, она мне очень нравится. Бимодальный характер распределения перитонов по мере дисперсии объясняется двумя разными типами микроволновых функционирующих в обсерватории. То есть люди исследовали кучу всего. Единственное, что они не смогли воспроизвести один очень хитрый перитон. Считается, что это было связано с застреванием фольги в дверце и там многократным отражением сигнала, но они не смогли воспроизвести. Очень такая случайная вещь, трудновоспроизводимая. Это произошло, соответственно, в 15-м году в начале. И вот с этого момента стало ясно, что прям вообще стоит жесткая проблема. У нас есть класс хорошо идентифицированных, ни с чем не путаемых астрономических явлений, которые происходят несколько тысяч раз в день на небе. И мы совершенно не представляем, что это такое. И мы об этом узнали только что. Вообще радиотранзиенты люди, конечно, наблюдали давно. На этом замечательном графике по вертикальной оси здесь отложена температура. Здесь температура, извините, светимость. Но она такая в хитрых единицах проведенная... Ну, то есть, по сути, да, это светимость, это потоки вьянских, умноженных там на расстояние, на квадрат расстояние. По горизонтальной оси отложено произведение частоты, на которой наблюдается всплеск на его длительность. Соответственно, ну, частота более-менее везде одинакова, она не меняется на много порядков. Так что это почти что длительность. А вот эти наклонные линии соответствуют разной яркостной температуре. Я вам напомню, что такое яркостная температура. Это когда вы видите кусочек спектра, например, в радиодиапазоне, и задаетесь странным вопросом. Какую температуру должно было бы иметь тело, чтобы этот кусочек спектра, ну, или не кусочек спектра, а это светимость, объяснялось излучением черного тела. Когда вы это проделываете, то вы получаете яркостную температуру. Естественно, в радиодиапазон планковский спектр сильно спадает, поэтому температура высокая, и редко это связано, радиоизлучение, обычно не связано с тепловым излучением, но это очень хорошая величина, очень удобная в работе. и показаны разные типы источников. Пульсары, вспышки на обычных звездах, вот они на обычных звездах и гурах карликов, солнечные вспышки, вспышки активных ядер и блазаров, обычно все это длинные события, все это порядка дня, 10 в 5, это, соответственно, где-то сутки. Ну, у пульсаров это, естественно, секунды, но тем не менее. И вот где сидят быстрые радиосклески. То есть, они сидят совершенно в стороне, в области совершенно фантастической яркостной температуры. Похожую яркостную температуру дают нано-вспышки на Крабе, но у них, у этих вспышек, светимость в миллиард раз меньше. То есть, вот это нечто совершенно фантастическое, что нигде не наблюдалось. С такими параметрами по большому счету никем не предсказывалось. Хотя задним числом, конечно, ясно, что на пальцах это можно было бы предсказать, но с детальным механизмом излучения уже явно возникают проблемы. Если первые несколько лет всплески обнаруживали по архивным данным, то в 15-м году, в 14-м году, извините, в мае 14-го года впервые всплеск идентифицировали в реальном времени. Это очень важно. Почему? Потому что тогда вы можете запустить программу наблюдения в других диапазонах. Гамма-детекторы, они, слава богу, и так все небо осматривают, но в других диапазонах вам нужно перенаводить телескопы, и, соответственно, впервые такая возможность представилась в 14-м году. Люди навелись в эту точку, поскольку в этот момент уже было ясно, что это интересный тип объектов, легко было убедиться, навелись туда чем угодно и не увидели ничего. Это сразу отбрасывает много идей о том, что такое быстрый радиосплески. Например, это отбрасывает идеи сверхновых. Сверхновую в течение часа, 10 часов после всплеска вы всяко не пропустите. Таким образом, отбрасывались, уже были отброшены идеи гамма-всплесков космических, поскольку нет соответствия. И отбрасываются сверхновые. Сверхновые отбрасываются лучше, потому что это не направленное излучение. Сверхновые должны видеть всегда. Гамма-всплеск вы не можете отбросить в каждом единичном случае, поскольку гамма-всплеск это хорошо направленное событие, хорошо коллинированное. Соответственно, вы можете видеть радиус всплеска, если у него широкая диаграмма направленности. И можете не видеть гамма-всплеск, но в данном случае, по большому счету, и гамма-всплеск можно было закрыть, и они чаще всего встречаются после свечения. Это все делало все более интересную эту зоологию, ну и все больше подстегивало теоретиков, придумывать что-то необычное. До теоретических моделей мы потихонечку с вами доберемся. Про локализацию теперь начнем с самого первого всплеска. Поскольку первые два десятка событий были обнаружены в Парксе, то этот разговор про локализацию он верен для всех. Вот это место, где наблюдался всплеск Магелланово облако. Вот она диаграмма направленности. У нее размер, вам тут плохо видно, вот это 30 угловых минут. То есть вот это больше лунного диска, но так сравнимо с лунным диском. Поскольку событие единичное и наблюдается в одном луче, вы не можете внутри луча сказать, где оно произошло. Вы знаете, что оно произошло и все. Соответственно, точность локализации соответствует размерам бина, ну и это примерно соответствует неопределенности 10 минут. Не плюс-минус 10, а 10 поперед. 10 минут это очень плохая локализация. Источники внегалактические, ясно, что далекие. И в области 10 на 10 углавых минут, как вы себе представляете, находится очень много космологических объектов. Чтобы понять, 10 на 10 минут это примерно размер глубокого поля Хаббла. Кто-то может помнить его точнее, но вот это по порядку величины такой бим это примерно площадь ультраглубокого поля Хаббла, где, если вы помните, много всяких интересных доларов. Ситуация изменилась, когда впервые были все-таки обнаружены повторы. Сделано это было для одного из всплесков, обнаружено, первое событие в 12 году было обнаружено, он был открыт на телескопе Варасиба, и повторы тем телескоп Варасиба принципиально включается от Паркса, скажите мне. Так, хорошо, а еще? Почему он не наклоняет? Размеры. Он в пять раз больше по диаметру, то есть в 25 раз больше по площади. Он гораздо чувствительный. И поэтому он может регистрировать очень, ну, очень, в 25 раз более слабых событий, чем Паркс. И повторы от этого всплеска это очень слабые события. Неудивительно, что понадобилась 300-метровая антенна для того, чтобы это обнаружить. Ну, в первом сете они обнаружили примерно 10 событий, с темпом около 3-3 событий в час. Как вы помните, у первого всплеска там было 30 Янских, да, а здесь вот там 0-0-3. Янских доползал, то есть это 10 тысяч раз разница. при этом забегая вперед этот объект скорее всего ближе, чем остальные. Так что вообще говоря, наличие повторов может быть связано с чувствительностью и поэтому априори нельзя утверждать, что все другие источники неповторные, они недостаточно изучены крупными инструментами для того, чтобы это утверждать. тем не менее, всплеск повторный и это сразу убирает все катаклизмические явления. Помните такая старая советская программа Кинопанорама, там беседовали, я не помню, с кем-то известных актеров, и он рассказывает, что на съемках они сказали, что каскадеры им не нужны, они сами все могут выполнить. Они сказали, да, а вы можете спрыгнуть с крыш семиэтажного дома? Потом актер, могу, но только один раз. Вот катаклизмическую такую вещь, взрывную, легко сделать один раз. Вы можете нейтронную звезду превратить в черную дыру, еще что-то сказать, а теперь еще, пожалуйста, 9 раз за 3 часа повторите это, это уже не получится. Это как залпан черноморской эскады известны. И поэтому это сразу сузило круг моделей, которые могут это объяснить. С другой стороны возникла дискуссия недели цель-всплески на две группы, повторные неповторные, повторные нужно объяснить отдельно, неповторные соответственно как-то по-другому. Самое главное, если событие повторяется, то тогда и в радиодиапазоне вы их можете хорошо локализовать. То есть вам для идентификации места всплеска теперь не нужны наблюдения в другом диапазоне, чтобы было очень хорошей новости. И люди бросились наблюдать одновременно на разных инструментах, поскольку вы понимаете, если Аросиба у вас сайт Пуэрто-Рико, а Филсберг в Филсберге, что удивительно, то тогда, если вы видите одновременно эти всплески, вы можете локализовать источник совершенно фантастической точностью. И люди проводили совместные наблюдения на нескольких инструментах, и вот видно, соответственно, несколько всплесков было зарегистрировано на Аросиба, на ВЛА и в Филсберге. Это позволило очень хорошо идентифицировать местоположение с точностью уже доли секунды, и это позволило идентифицировать галактику, в которой происходят события. Более того, место в галактике было показано, что события происходят не в центре галактики. Соответственно, эта галактика примерно на одном гигапарсеке, как и предполагалось с самого начала, характерное расстояние, действительно, порядка одного гигапарсека. Карликовая галактика с высоким темпом звездообразования, что является косвенным аргументом в пользу того, что это нечто связано с молодыми компактными объектами. Почему с компактными мы еще поговорим, но с молодыми потому, что там высокое звездообразование. Соответственно, эту область начали наблюдать глубоко в оптике, вообще во всех мыслимых диапазонах. Местоположение источника быстрых радиосплесков совпадает с областью Ашальфа. Соответственно, это говорит о том, что это точно область локального звездообразования. Не просто галактика с бурным звездообразованием, а та область, где находятся. И это убеждает, что это, скорее всего, связано с молодыми нейтронными звездами. Не помню, когда, но, наверное, в том же 2015 году наконец появился онлайн каталог быстрых радиосплесков, который пополняется и сейчас являются основными. Вначале там были конкуренты, но довольно быстро отпали. Сейчас в этом каталоге, но я с утра не проверял, но в основном чуть больше 70 событий. С одной стороны не мог весь что, а с другой стороны темп появления новых очень велик. Это теперь уже десятки в год, и как мы увидим в конце, сводом стройки, вы не против без перерыва. как скажете, в три ровно, да? Хорошо, супер, супер, отлично. Ага, спасибо. На всякий случай я так просто скажу, что, а, вот онлайн каталоги такие стабильные, существуют по куче разных типов источников, и вы, может быть, не знаете, что вы занимаетесь типом источников, про которые есть такой каталог, и поэтому полезно искать. С другой стороны, если вдруг оказывается, что вы занимаетесь каким-то типом источников, и про него еще нет каталога, а вы собираетесь заниматься дальше, мой вам совет, начинайте делать каталог, потому что, если вы станете администратором, поддерживателем основного в мире каталога по вашим типам источников, пусть их не так много, пусть ими не так много людей занимаются, но это, кроме того, что это полезная вещь, кроме того, что она дисциплинирующая, она приносит всякие дивиденды в виде там известности, ссылок, еще чего-то, и очень полезно, когда там, возможно, пальцы на конференции скажут, а вот этот поддерживает каталог вот таких-то странных там звезд или какой-то подгруппы галактик и аккуратненько его выполняют. Это очень важная функция, которую люди выполняют разными. Хорошо, ну вот в этот момент мы добрались до гипотез, поэтому сейчас был хороший момент сделать, если бы мы его делали. гипотезы гипотезы бурно начали появляться в 2013 году, повторюсь, и первые гипотезы стремились объяснить ну буквально три вещи. Первая это длительность, вторая это энергетику, и третья это что-нибудь хотя бы примерно связанное со статистикой явлений. Детальные механизмы строить трудно, потому что, повторюсь, источники излучающих такой фантастической яркостной температуры это скорее всего что-то довольно непростое в смысле физики излучения, поэтому детальные модели в большинстве гипотез не построены, и первые лет несколько, ну примерно до 16-го, 17-го года количество гипотез превосходило количество известных всплесков. Было интересно. Ну вот у меня здесь выписано 19, именно потому что там последний раз я обновлял таблицу, когда было известно 18-го лет, мне нужно было на один перевалить. Я не буду, безусловно, про все эти гипотезы говорить, но видно, что произошло такое очень важное социальное явление. То есть, есть теоретики, занимающиеся самыми разными удивительными вещами, и очень часто про эти удивительные вещи нет повода поговорить. Ну как-то вот идеи уже написали, написали, что есть космические струны, что про них еще писать, все равно их нет. Но вдруг происходит нечто, появляются быстрые радиовсплески, где вы можете, вы придумали, как все-таки космические струны сюда привезут. Вы немедленно пишите статью, а поскольку тематика актуальна, то статью это все читают. И поэтому люди бросились притягивать свои любимые механизмы, свои любимые процессы, какие-то явления к быстрым радиовсплескам. и поэтому за короткое время было высказано несколько десятков идей. Сейчас вся ситуация находится в более тяжелой области, когда, чтобы написать что-то новое, нужно уже детально работать с механизмами, объяснять деталь или статистику, или спектр, или еще что-то. И поэтому работа стала не такой простой. В 2013 году люди писали сразу архивы. еще до того, как статья отправляла Шерна. Тем не менее, сейчас публикуется очень много работ, но сейчас даже, пожалуй, больше, чем 1-2 статьи в неделю появляется. Но сейчас стало больше наблюдательных работ, поскольку сразу несколько инструментов, как мы увидим, способны достаточно эффективно обнаруживать всплески. Итак, гипотезы можно разделить на два больших класса. Это нейтронные звезды и всякая экзотика. Я уже объяснил, почему она привлекается. Почему нейтронные звезды? Потому что у нейтронных звезд естественным образом легко выполняется миллисекундный масштаб. Время падения вблизи поверхности нейтронной звезды очень короткое. И получить миллисекунду меньше очень легко. У других объектов нет такого масштаба. Внутренняя часть магнотосферы нейтронной звезды опять-таки десятки, малые, сотни километров. События там развиваются практически со скоростью света. альвеновская скорость в порядке световой. И соответственно опять-таки вы легко получаете время порядка миллисекунды. 300 километров делить на 300 тысяч километров в секунду. Вот она одна миллисекунда. Кроме того мы знаем, что нейтронные звезды таки дают короткие мощные радиовсплески. Другое дело, что не такие мощные, ну то есть не наблюдалось пока такие. Но мы знаем, что есть много явлений. есть гигантские всплески пульсаров Краби, есть всплески магнитаров, есть вращающиеся радиотранзиенты, о которых мы говорили. То есть нейтронные звезды являются естественными кандидатами для генерации коротких радиовсплесков. Поэтому появилось очень много моделей связанных с нейтронными звездами. и забегая вперед именно они являются лидерами. Но тем не менее мы рассмотрим разные другие модели тоже, потому что это действительно хороший повод поговорить об очень интересной разной физике. И в любом случае, если вы хотите заниматься астрофизикой в нашем случае, и вам не чуждо желание объяснять что-то новое, открытое, то очень полезно в голове иметь много идей, много инструментов. Знаете, как на даче бывает, вот поломалась какая-то фиговина на даче, ее надо починить, не повесить, если магазин нет, вы идете в сарай. Почему? Потому что там много всяких фиговин. И вы начинаете среди них выбирать то, что вам поможет так или иначе починить сломанное. И вы часто можете это сделать, использовав что-то, что нибудь сделал. Поэтому про это интересно говорить. Итак, космические струны. Уже после первого события, после первой публикации, в самом начале восьмого года появилась идея, связанная с космическими струнами. Идея, я далек от физики космических струн, но на пальцах идея понятна. Космические струны могут перегибаться. Вот этот перегиб КАСП является особой областью. Движение струны приводит к перемещению КАСПа, который, кстати, может двигаться с очень большой скоростью, естественно. Понимаете, это как вот ножницы сводить. Вот эта граница сводящихся ножниц, она может перемещаться с огромной скоростью. Эта штука является источником электромагнитного излучения, и, немножко поиграв с параметрами, вы можете получить нечто похожее на быстрый радиус плеск. Такой механизм вообще не рассматривает идею статистики. Мы не знаем сколько космических струн. Ну и навскидку, конечно, легко сказать, что поскольку нам нужно тысячи событий в день, нужно забыть про космический струн. Хорошо, если она у нас есть одна во Вселенной. Я даже не знаю, хорошо ли это, но их не должно быть очевидно много, пределы очень жесткие, по наблюдению реликтового фона, например, где они оставляли отпечатки. Но, тем не менее, появился повод, и люди это, естественно, начали развивать, то есть и позже, и спустя годы после публикации этой первой статьи, люди развивают, а вот теперь и такие струны, и вот такие, и вот так, тоже получат что-то похожее на быстро радиоциклеск. Так что, в общем, вполне такая интересная деятельность. Про первичные черные дыры я уже говорил. Соответственно, в 70-х году, тем-семем, Мартин Рис опубликовал идею о том, что наставление черной дыры на финальной стаде может сопровождаться радиоциклеском. Ну и это было на предыдущем слайде, вы могли не заметить, я не говорил. Именно эта идея привела в радиоастрономию Джона Уф-Салливана. Джона Уф-Салливан дорог, я так полагаю, многим из вас, потому что фактически он создал технологию Wi-Fi, в которой вы сейчас и зависаете. Еще один пример идеи. Он хорошо иллюстрирует именно вот такой теорострофизический подход к делу. Магнитасферы нейтронной звезды являются источниками коротких радиосклесков. Нам нужен мощный радиосклеск, значит нам нужно резко встряхнуть всю магнитасферу нейтронной звезды. Чем это можно сделать? Вот давайте думать. Первая идея это поместить нейтронную звезду в двойную систему и вторую звезду взорвать как сверхновую. Расширяющаяся оболочка сверхновой быстро со страшной силы бьет по магнитасфере. Прохождение фронта волны через магнитасферу нейтронной звезды это миллисекунды. То есть все происходит быстро. Релаксация магнитасферы это снова миллисекунды. Вы ее встряхиваете всю. Вы можете посчитать сколько энергии вы можете набить в магнитасферу нейтронной звезды. Этого хватит для объяснения энергетики быстрого радиуса плески. То есть вы легко объясняете длительность, энергетику. Что вы не объясняете на самом деле вы плохо объясняете статистику. сверхновых в двойной системе с нейтронной звездой, ну, плохо срастает статистика быстрых радиосплесков, но в 2008 году хорошей статистики еще не было, и поэтому эта идея тогда, безусловно, имела право на существование, но с ростом статистики стало ясно, что это не очень хорошо работает, а с появлением повторных источников так и совсем, потому что, естественно, такая штука может давать только один всплеск, ну, может быть, со сложной структурой, но, безусловно, только один. Чем еще можно срывать магнитосферу, на нее воздействовать, кроме очевидных радиосплесков и сверхновых, активностью галактического ядра? Соответственно, люди разрабатывают модель, где, модель гребешка, космического гребешка, где магнитосфера сгребается мощным воздействием активного ядра галактики. В данном случае, естественно, у вас источники должны совпадать с галактическими ядрами. Это очень такое четкое предсказание. В случае повторного источника мы видим, что этого не происходит. Сразу же появилась идея, что события могут быть связаны со слиянием нейтронных звезд. Это, безусловно, хорошая идея. Более того, разные люди, включая людей в нашем институте, задолго, за несколько лет до открытия быстрых радиосплесков, говорили, что слияние нейтронных звезд должны приводить к радиотранзиентам. Но речь не шла о миллисекундном масштабе, речь не шла о коротких вспышках, речь шла о запуске какой-то длительной активности в радиодиапазоне. Поэтому, собственно, всплески такого типа не предсказывались. Но люди бросились детально разрабатывать эту модель. Недостаток очевидный, а, неприменимый к источнику повторных, б, очень плохая статистика. Несколько тысяч событий в день на небе никак не совпадают с количеством слияния нейтронных звезд в видимой части Вселенной. Темп слияния двойных нейтронных звезд в галактике типа нашей, где-нибудь раз в 20 тысяч лет, то есть почти в тысячу раз реже, чем сверхновые. А статистика быстрых радиовсплесков, это примерно раз в 300 лет, то есть примерно в 10 раз реже, чем вспышки сверхновых. И поэтому, может быть, таких событий дают быстрые радиовсплески, но объяснить могут 1% событий. Не получается с нейтронными звездами, давайте сливать белые карлики. Появилась модель слияния белых карликов, тогда проблема с масштабом. Ну, вроде бы всплески должны быть более длинные, поскольку все больше у белых карликов, чем у нейтронных звезд. Тем не менее, люди пытаются обойти эту хитрость, и основные события разыгрываются в определенной такой, в неком аналоге полярных шапок для системы уже сливающегося белого карлика. И тоже удается более или менее все связать, но, опять-таки, невозможно сделать повторные события, и обязательно, не обязательно во всех случаях, но обязательно должны быть совпадения быстрых радиовсплесков и сверхновых типа 1А, что не наблюдается. Еще одна очень красивая идея – это так называемые супрамассивные нейтронные звезды. Когда я это пишу, добрый Microsoft Office все время говорит, что вы хотели сказать супрамассивные нейтронные звезды. Нет, я хотел сказать супрамассивные. И идея вот в чем. Если мы увеличиваем массу нейтронной звезды, она в конце концов коллапсирует черную дыру. Но есть некоторые процессы, которые предотвращают коллапс. Например, высокая температура, соответственно, высокой энтропии внутри, и вращение. Вращение может очень долго держать плотность в центре компактного объекта, достаточно низко и коллапс не начинается. То есть коллапс связан с достижением критической плотности в центре объекта. Вот что существенно. Если нейтронная звезда быстро вращается, этого не происходит. Соответственно, на диаграмме масса центральная плотность мы можем нарисовать две такие кривулечки. Вот это соответствует стабильным нейтронным звездам, не вращающимся, омега равном номере. А вот это верхнее соответствует предельному вращению, когда с поверхности вещество уже начинает стекать. Соответственно, для коллапса в случае предельно вращающейся нейтронной звезды нужно набрать большую массу. И поэтому может произойти следующее. У вас в результате слияния двух нейтронных звезд. Обратовалась нейтронная звезда очень быстро вращающая. То есть вращение все равно великое, но близко к предельному. Дальше наша нейтронная звезда замедляется и, двигаясь от, соответственно, суда сюда, растет центральная плотность, потому что замедляется вращение. Нейтронная звезда может сесть на стабильную кривую, и тогда она просто останется на нейтронной звезды. Ничего страшного с ней не произошло. А может не сесть, может пройти выше. И тогда при достижении критической плотности она сколлапсирует черную дыру. Смотрите, у вас есть, таким образом, молодая нейтронная звезда с магнитосферой, со всеми делами. Текут токи, много энергии в магнитосфере, и вдруг хопа, все исчезает. Все коллапсирует черную дыру. Вы разом можете выделить очень большую энергию. Время коллапса, оно очень мало, заведомо меньше миллисекунд, характерное время. И поэтому вы можете получить очень короткий всплеск. И люди в 13-м году, в июле, вы понимаете, появилась статья про эти 4 всплеска. И примерно на следующий день в архив была отправлена соответствующая статья. Которая там мгновенно, за короткое время набрала десятки ссылок. Сейчас, наверное, за сотни перевалил. Это очень красивая модель. Естественно, она не объясняет повторные всплески, не объясняет, по большому счету, всплески со сложной структурой. И что самое главное, что выяснилось, мне, например, было ясно тогда, но стало для всех убедителем, совершенно не объясняет статистику. Такие события не могут происходить очень часто. Снова потому, что по большому счету требуется слияние. Иначе создать экстремально вращающуюся нейтронную звезду труб. Самое интересное, что я узнал, читая разные гипотезы, состоит в модели с белой герой. Ну, это не просто белая гера. Она получается из черной дыры. Естественно, мы не знаем, как устроена гравитация. И мы можем стоять на точке зрения Лесли Уинкл и считать, что это не теория струн, а петлевая квантовая гравитация. А в петлевой квантовой гравитации действительно нет очень многих проблем других моделей гравитации. В частности, там нет селингулярности в черной дыре. Потому что у вас есть элементарные элементы, петельки. И вы их не можете бесконечно плотно упаковывать. Соответственно, у вас, грубо говоря, я о грубле, желающие могут прочесть ссылку в статью в Nature, соответственно, повернув голову и взять в длину. Ну, на самом деле, поискав на White Halls за последние несколько лет на сайте Nature.com, вы легко найдете статью. Из ГАИШа она, естественно, в вас. Ну, так вот. Вы можете себе грубо представлять, так у вас есть черная дыра, не вращающаяся для красоты. А в центре не какая-то там точечная сингулярность или неизвестно что. Вот такой комочек этих самых петелек. Черная дыра у вас испаряется, 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 и у вас горизонт доходит до вот этого комочка петели. И в этот момент у вас черная дыра превращается в белую дыру. Она начинает излучать. Соответственно, последние стадии испарения в петлевой кванковой гравитации выглядят совсем не так, как в классической модели черных дыр. И важно, что это происходит, когда черная дыра еще далека от планковской массы. Поэтому у вас энергии очень много. Если вы обратили внимание, последние стадии испарения черной дыры в классике в правильном диапазоне видны с расстояния малой сотни парсек. То есть это должно быть совсем близко. Такие события будут видны с больших расстояний, потому что у вас взрываются, условно говоря, объект гораздо более тяжелый, у которого он циквадрат больше. И поэтому можно давать большую энергетику. Авторы замечательно аккуратно, это большая редкость, пишут там. Конечно же, статистику оценить нельзя, и скорее всего это очень редкие события, и мы не претендуем на то, чтобы объяснять все. Но есть такой красивый механизм, и покрутив параметры, мы можем получить что-то похожее на быстрые радиусы. Поэтому и сама идея красивая, и стиль изложения правильно. Но давайте перейдем к более реалистичным идеям, которые, опять-таки, высказывались фактически сразу после первого всплеска. Я даю там ссылки на более поздние работы, где детально рассматривалось, но реально уже в 2007 году люди публиковали, что так может быть. Есть гигантские импульсы краба. Это совершенно потрясающие короткие явления, высвечивающие очень много. Если мы предположим, вот неважно почему, если мы предположим, что чем больше потери энергии вращения пульсара, тем больше будет мощность гигантских импульсов, то мы сможем ввести быстрые радиусы. Пульсар в крабе имеет период вращения 33 миллисекунды, светимость энергопотери пропорциональна четвертой степени частоты. Соответственно, вы на шесть порядков можете повысить энерговыделение, просто вот сыграв на этом факторе. Вместо 33 миллисекунды берете одну миллисекунду и говорите, что физика при этом принципиально не изменится для всплеска. И тогда вы получаете нужную энергетику, тогда такие события будут видны как быстрые радиусы влески с расстояния сотни мегапарсек. И эта идея хороша тем, что она объясняет повторяющиеся, но статистику можно сюда уложить при желании, это не такая большая проблема. В основе лежит известное явление, вы просто его экстраполируете, и основной заковык в этой экстраполяции. Можно ли ее делать, какие там возникают сложности. Сложности возникают, вам нужна очень компактная излучающая область, туда трудно напихать столько частиц, чтобы они дали нужный сигнал. Так что эти сложности люди понимают, но тем не менее это вполне себе идея, заслуживающая внимания. Важно, что в этой модели высвечивается энергия вращения нейтронной звезды. Посредством магнитного поля, но источником является энергия вращения. Это важно для объяснения такой полной энергетической статистики. Двигаемся дальше по списку экзотических идей. Аксионы. Это так не случайно нарисовано. Частицу аксион, вы знаете, может быть, назвали в честь порошка. Моющие средства. Так вот. Аксионы это гипотетические частицы. Их нет в стандартной модели, но в минимальных расширениях стандартной модели они встречаются. Они решают многие проблемы в физике частиц. Они являются кандидатами частиц темного вещества. Ну и вообще среди теоретиков не так много людей сомневаются в их существовании. Это очень хорошая идея. Потому что аксионы должны быть. Существует замечательный процесс, процесс Примакова. Аксионы в магнитном поле могут превращаться в фотоны. Возможный обратный процесс. Фотоны превращаются в электроны в сильном магнитном поле. Соответственно, можно... Параметры аксионов детально неизвестны. И можно выбрать такие параметры, что аксионы, пролетая через магнитное поле нейтронных звезд, будут интенсивно превращаться в фотоны, в кванта радиоизлучения. И давать всплеск. Откуда возьмется много аксионов? В моделях темного вещества в некоторых предполагается, что аксионы летают такими мини-кластерами, облачками. И, соответственно, когда такое облако влетает в магнитно-сферу нейтронной звезды, то происходит всплеск, временные масштабы совпадают. Про статистику мы особенно ничего сказать не можем, но она не противоречит моделям темного вещества, основанного на аксионах. Казалось, очень хорошая модель, ее довольно долго развивали. По всей видимости, убивает эту модель фантастически простое в соображениях, но достаточно досадно, что сам не сообразил. Облачко, ну мы так представляем, вот летает облачко аксионов, да, вот нейтронная звезда с магнитно-сферы, вжиг, влетело, опа, всплеск. Все красиво и понятно. На самом деле этот процесс в динамике, его надо рассматривать. И облачко при приближении к нейтронной звезде будет испытывать проливные воздействия. То есть оно будет растягиваться и разрушаться. И поэтому никакой некомпактной облачко влетит в магнитно-сферу, а влетит такая рыхлая сосиска. И поэтому параметры временные вспышки претерпят значительные изменения. Всплеск будет менее мощным и более растянутым. Пиковая светимость будет ниже, полное энергоределение никуда не денется. Оно будет растянуто по большему интервалу, поэтому будет не похоже на радиосплески, но тем не менее пару лет идея активно обсуждал. Еще очень красивая идея, которую тоже жалко, что не продумал. Сама она не работает, но все равно. Как-то мы сняли, в смысле я не был режиссером, замечательный документальный фильм «В ожидании волн и частиц». Он на YouTube, естественно, есть, он такой двухчасовой, там Руденка много. И там есть несколько интервью со всякими интересными физиками, теоретиками, нашими итальянскими. И Сергей Троицкий, которого вы должны знать, из института ядерных исследований, говорит очень интересную вещь. Он говорит о теоретике. Но вообще теоретик должен заниматься тем, что в крови не встречается. Что в крови не встречается, экспериментаторы и так откроют. Интересно рассмотреть возможности, которых в природе нет. И вот здесь такая красивая и интересная возможность. Ясно, что быстрые радиосклески не так устроены. Теперь ясно. Но в 2007 году высказать эту идею, кажется, было бы вполне возможно. Тем более, что высказали ее там только в 13 минутах. Идея вот какова. Мы не знаем, как внутри устроены нейтронные звезды, но одной из возможных альтернатив являются так называемые странные звезды. Странные кварковые звезды. Странные, потому что в их состав входит S-кварк, странный кварк. Это важно для устойчивости этого вещества. Соответственно, возможно, если это реализуется в природе, что кварковые звезды образуются вскоре после вспышки сверхновой. Но есть модели, где они образуются позже. То есть нейтронная звезда может иметь нормальное строение из протонов нейтронов, но она является метастабильным. Она может перейти в энергетически более выгодное состояние странного вещества. И тогда это произойдет быстро, на динамическом масштабе нейтронной звезды за миллисекунды. И у вас произойдет полная перестройка структуры. Радиус сильно уменьшится. То есть там с 12 километров до 8 может рухнуть. Но самое главное, перестроится вся система токов, которая поддерживает магнитосферу. И, соответственно, вы действительно разом все это встряхнете. И у вас появится возможность в том числе сделать мощный радиус-плеск. И несколько групп людей рассмотрели такую возможность. Очень красивые идеи. Ну, опять-таки, там проблемы со статистикой, много с чем, но идеи очень красивые. Рассматривалось много всяких идей, которые применялись, предлагались в 70-е годы для объяснения космических гамм-осплесков. В частности, падение астероидов на нейтронных звезд. В данном случае у вас есть короткий масштаб времени. Энергетику, ну, возьмите полегче астероид, потяжелее астероид. Встанет вопрос, откуда там такая пророва астероидов. Ну, четкого ответа нет. Но на самом деле мы знаем из наблюдений, что вокруг некоторых нейтронных звезд есть пояса астероидов. Это видно в тайминге пульсара. Вы знаете, что есть планеты вокруг радиопульсара, вокруг нейтронных звезд. Но вот в нескольких случаях, ну, в очень немногочисленных. Есть по данным тайминга радиопульсаров указания на движение большого количества более мелких тел. То есть, вот такого роя астероидов. Может быть, была планета, была прилипно разрушена, например. Так что, вообще говоря, это не является каким-то безумием. Предположение о падении астероидов на нейтронные звезды. У моделей тоже много всяких, тем не менее, проблем именно в смысле объяснения быстрых радиовсплесков. Но есть свои положительные черты. Пожалуй, не буду уже детально говорить. Это такой гибрид модели быстрого радиовсплеска и супрамассивной нейтронной звезды. Здесь просто показано, когда должен происходить радиовсплеск. Произошел гамма-всплеск. Образовался быстро вращающийся компактный объект. Именно существование таких объектов может объяснять плато в рентгеновском излучении после свечения гамма-всплеска. А когда это плато резко обрывается, то, соответственно, может быть, одна из гипотез состоит в том, что происходит коллапс нейтронной звезды в черной дыру. Именно в этот момент должен излучаться быстрый радиовсплеск. Но, повторюсь, это точно не объясняет всю популяцию. Но, может быть, такие процессы происходят. И поэтому многие из этих статей нужно рассматривать не как плохие попытки объяснить быстрые радиовсплески, а как интересные попытки предсказать некоторые новые феномены, связанные с вполне реалистичными явлениями. С падением стероидов на нейтронную звезду, с окончанием стадии плотов после свечения гамма-всплесков и так далее. Ну, и, наконец, про любимую модель. Модель вспышек магнитаров. Известно, что есть нейтронные звезды с большими магнитными полями магнитары, которые производят очень мощные вспышки, которые наблюдаются в рентгеновском диапазоне. Они производят и слабые вспышки. Но, чтобы вы представляли, то, что называется слабой вспышкой магнитара, это 10,41 евро в секунду. То есть, 100 миллионов светильности Солнца. Это классифицирует, ну, 100, а 10 миллионов светильности Солнца характеризуется как слабая вспышка магнитара. Есть средние вспышки магнитаров, есть гигантские вспышки, есть одна гипервспышка. Гипервспышка – это 10,47 евро в секунду. Это наблюдавшаяся и начинает совершенно фантастическая вещь. Вот, кстати, давайте я на вас еще опыта не ставил. Пришло это время. Я принадлежусь вам. На ваш взгляд, назовите самое большое астрономическое открытие, именно открытие, не теоретическую работу, а открытие. Самое большое астрономическое открытие, когда видо сделано в нашей стране за всю ее историю. Кроме обнаружения атмосферы и нейроломоносных. Ну, это нормальная реакция. Потом люди начинают продавать, и что должно пройти. Ну, думайте, пишите в соцсети, e-mail и другие места. Я правда собираю статистики, мне интересный ответ. Я считаю, что на втором месте, после открытия атмосферы, они нет. Быломоносных. Стоит открытие магнитара. Магнитар открыл гигиени Мази в своей группе в 79-х годах с физикотехническими сетями НИОВ. Так вот, магнитары – это известная объекта, которая производит такие жуткие вспышки. Это хвост, сама вспышка, она засвечивает любой детектор. Если в этом масштабе нарисовать, то палочка будет торчать из гриша довольно высоко. И фронт развития вспышки, он очень короткий. Там характерное время – миллисекунды. Соответственно, смотрите, что получается. У нас есть… у нас есть мотив, возможно. У нас есть характерное время, у нас есть нужная характерная энергетика. Энергетика там хватит, там всего 0,1% надо передать в радио из жесткого рентгеновского мягкого гамма-диапазона. Походит статистика. Потому что статистика говорит нам, что такие мощные вспышки магнитаров должны как раз примерно в 300, раз в 600 лет в Галактике происходить. Типа нашей, ну, в Галактиках сборной звезды образования, естественно, немножко почаще. Такую вспышку в гамма-диапазоне мы видим с расстояния 50 мегапарсек. А с расстояния в 100 уже не видим. С мегапарсека тем более не видим. Поэтому никаких сопутствующих всплесков не ожидается. Только радио. И в этом смысле модель действительно хороша. В 2002 году он объяснял вообще все. Весь комплекс данных. Естественно, она может объяснять повторные всплески. Потому что магнитары могут входить в стадию активности и выдавать много вспышек. Причем последующие будут менее мощными. То есть более-менее все как наблюдается. У нас не было детального механизма. Но благо на хорошую идею всегда находится много хороших теоретиков. Первую хорошую модель излучения предложил Юрий Любарский. Если магнитар окружен туманностью, аналогом пульсарной туманности. А мы знаем, что и в нашей галактике известные магнитары. Не все, но некоторые имеют такие туманности вокруг. То магнитный импульс, сгенерированный во время вспышки, достигает туманности. Накачивает электроны в туманности. И запускается механизм мазерного излучения. Это когерентное излучение. Когерентное излучение дает огромную яркостную температуру. Именно поэтому этой маломощной штукой нельзя светить вам в глаза. Даже если очень хочется. И в этом смысле такая концепция, магнитарная вспышка, магнитар в туманности, запуск мазерного механизма. Он объясняет более-менее весь комплекс явлений. Анимация, наверное, у меня тут не работает. Не работает, ну и бог с ней. Соответственно, эту модель потом развивали и развивают разные группы авторов. Обобщая это не только на случай магнитара, но на случай слияния нейтронных звезд. Всяких событий на белых карликах. То есть идея мазерного механизма после магнитарных вспышек, она жива. Да, вот это магнитар в нашей галактике с туманностью вокруг. И вообще многие сильно замагниченные нейтронные звезды имеют вокруг себя пульсарные туманности. Здесь плохо видно на диаграмме ПП с точкой. Те объекты, которые обведены в кружочек, имеют вокруг себя туманности. Соответственно, это заметная доля от нейтронных звезд с большими полями, которые могут генерировать такие мощные вспышки. Хорошо. Таким образом, если все это собрать и обобщить, то современный рейтинг гипотез таков. Считается, что это должны быть нейтронные звезды. Молодые нейтронные звезды. Может быть, это магнитары. И тогда, и это принципиально важно, испускается энергия магнитного поля. И на магнитное поле является резервуаром, не просто медиатором, который перекачивает какой-то другой вид энергии в энергоэлектромагнитного излучения прямо источником. Может быть, это аналог гигантских импульсов краба, и тогда вращательная энергия перекачивается. Сейчас все большую популярность приобретает гибрид этой модели, когда рассматривается молодой магнитар, который и имеет большое поле, и быстро вращается, и находится в еще плотной туманности, которая не пульсарная, а прямо связана с недавним взрывом. И тогда все как бы еще лучше, особенно для повторных источников, поскольку темп активности быстро спадает со временем, поскольку диссипирует и магнитная энергия, и вращательная энергия. Соответственно, для объяснения повторных, по всей видимости, нужны самые молодые объекты. Но вот я бы сказал, что идея о том, что повторные источники это молодые магнитары, а не повторные, это чуть менее молодые, я бы сказал, магнитары, это, наверное, сегодня такая идея номер один, и посмотрим, что будет происходить дальше. А что у нас будет происходить? Нам нужны новые наблюдения. Большие надежды возлагают на телескоп FAST, это китайский 500-метровый телескоп. Кому интересно, сегодня в архиве наконец-то начали появляться, ну и появилась пачка, потому что вышел специальный номер журнала, первые научные результаты с этого телескопа. То есть телескоп прошел, эти результаты получены на стадии тестов, на стадии наладки, отработки, так что формально, я не успел, честно говоря, утром все эти статьи почитать, но по всей видимости, формально чистое-чистое научное наблюдение на всем наборе приборов, там еще не начались, но это уже очень близко, поэтому, собственно, и делается рельеф предварительных научных результатов. То есть штука работает, она больше, чем аресиба, она наеет, реально это важно, там совсем новое оборудование, он будет гораздо более чувствительным, чем аресиба, и поэтому от него ждут очень много, не в смысле поиска новых всплесков, новых источников, у него очень маленькое поле зрения, это не обзорный инструмент, но вот обнаруживать повторные всплески от уже известных, или там больше повторных от известных источников, повторных, эта штука сможет лучше всех. И это прямо вот, так сказать, сейчас. Ну и вообще рассчитывать, что они будут видеть всплески за неделю, просто потому что они смотрят в какую-то случайную область неба, и за неделю чистого рабочего времени, за неделю наблюдений, это будет получаться, но, к счастью, радиотелескопам, как вы знаете, там солнце, облачность не мешают, поэтому КПД очень высокий. В неком отдаленном будущем, до которого еще надо дожить, заработает система телескопов СКА, как вы знаете, это не окончательный дизайн, но очень красивая картинка. Когда СКА заработает, то они будут видеть всплеск в час примерно. Ну, я так думаю, что проблема всплесков будет решена к этому времени, но всплески ФРБ – это совершенно потрясающий инструмент исследования в космологии, именно в зону. Потому что, представьте, вы просвечиваете на расстоянии гигапарсеки, ну а если заработает СКА, то вы там из 10 гигапарсек будете видеть, вы просвечиваете всю видимую часть Вселенной короткими-короткими, такими умеренно-стандартными импульсами. И вы можете решать кучу задач, связанных с изучением межгалактической среды, с изучением космологических параметров, когда у вас будет просто много всплесков. Типичная штука – это 10 тысяч всплесков, там позволят вам решить, ну не все задачи в космологии, но огромное количество. Если вы до Z10 будете видеть 10 тысяч всплесков, то это шикарный космологический инструмент. Ну а 10 тысяч всплесков – это, как вы понимаете, год работы СКА с темпом регистрации 11 всплесков в час. Так что это вполне реалистичное число. Ну, СКА еще не начали строить. Что у нас в ближайшем будущем? На имеющихся телескопах люди активно апгрейдят оборудование под быстрые радиосплески, легко дают финансирование. Соответственно, новую систему Alpha Burst поставили в Eresiba, новые системы регистрации и мониторинга шумов, поставленных в Парксе, и это не редкость. Ну, еще, да, про новые системы будет на следующем. Наконец, начинают работать новые инструменты. Заработал инструмент Atmost, тоже австралийский, и заработал, наконец-то, канадский инструмент Chime. И Atmost и Chime уже представили свои первые открыты радиосплески. Видно, что они очень эффективны. У них темп открытий больше, чем у Паркса, а у Паркса было больше, чем у всех остальных других до этого. Они обгоняют и Chime в течение ближайшего года, по всей видимости, в одиночку удвоят количество известных всплесков. Люди хотят все-таки не просто запускать алертные программы, а одновременно добиваться того, чтобы совсем одновременно или на масштабе секунд можно было наводиться на место всплеска. Этому направлению очень сильно помогает гравитационно-волновая астрономия. Все хотят гравитационно-волновые всплески сразу видеть во всех диапазонах, поэтому очень хорошо развивается система алертных наблюдений и вообще координированных наблюдений, когда люди, например, вот вы наблюдаете площадку 10 на 10 градусов, вы наблюдаете и вы, и вам все равно, какую площадку наблюдать в разных диапазонах. Так, договоритесь, наблюдайте все время одно и то же. Вам, что называется, все равно, вы все равно сделаете свой обзор. Но если в этом месте что-то пыхнет, вы в трех разных диапазонах сразу все увидите. То есть всего лишь нужно скоординировать. Вот и все. И люди этим активно занимаются. Есть несколько таких программ, которые включают много всяких инструментов по всему миру, и эти программы подчеркивают, что кроме гравитационно-волновых всплесков, ну и вообще, чего повезет. Для них важным приоритетом являются быстрые радиосплески. Новую систему регистрации коротких событий установили на VLA. В 2018 году всего лишь установили. И, соответственно, она не только для FRB, но ясно, что из всего существующего FRB это самое интересное, что такая штука может наблюдать, поскольку VLA это интерферометр, они в одиночку могут сделать быструю локализацию. Ну, в одиночку, в смысле, у них и так много телескопчиков, разбросы. Поэтому это очень хорошая система. У них только маленькое поле зрения. Малая вероятность, что FRB попадет в поле зрения. Еще одна система, уже очень эффективно работающая, это система ASCAP. И сегодня вышла очередная статья ASCAP-овская с новым флеском. Это апеллиатура Australian SK Pathfinder. То есть это австралийский прототип SCA, на котором отрабатывается много технологий. Это 12-метровая антенна, их довольно много. Это поле зрения. То есть прелесть в том, ну и идея SCA, в том, что это обзорное радионаблюдение. Вы сразу просматриваете область нескольких квадратных градусов. Естественно, поскольку 12-метровая антенна, они видят яркие всплески, это не 64 метра у Паркса, это не 300 метров Ресиба, это гораздо меньше. Тем не менее, за счет огромной площади они открывают много всплесков и фактически обогнали уже Паркс. Хотя начали работать гораздо хуже. Буквально за год работы по количеству открытых всплесков они обгоняют Паркс. Новая система поставлена, система Апертив, на системе телескопов Вестерборке. Это важно, потому что почти все всплески до этого открывались из Австралии. То есть Паркс там, Атмоус там, Аскап там. Апертив стоит на Ниверландах. Соответственно, прибавят события на северном небе. Хотя, повторюсь, основным источником будет Чайм. Но Чайм работает на низкой частоте. Важно, чтобы люди наблюдали на более высоких частотах. В 2018 году было получено несколько важных результатов. Много новых всплесков от Аскапа. И много новых результатов по единственному на тот момент источнику повторяющихся всплесков. Там очень экстремальная среда. Это очень интересно. И параметры всплесков очень сильно меняются. Очевидно, из-за изменений в среде. И для объяснения, по крайней мере, части повторных всплесков, очень активно до сих пор обсуждается идея плазменных линз. Когда у вас просто одно событие линзируется на каустиках в окружающей плазме. И в итоге вы видите много всплесков с очень узким спектром. Это связано с преломлением на этих каустиках. По всей видимости, это может сработать, потому что новые наблюдения показывают, что спектры действительно очень узкие повторяющиеся всплески. Да, давайте скажем, повторяющиеся всплески хороши тем, что вы можете инвестировать время нескольких телескопов, они довольно часто происходят, и там 10 дней понаблюдать, покрывая очень широкий диапазон частот, и вы увидите, что одни люди видят вокруг 1,4 ГГц, например, события, а люди на 800 МГц и на 3 ГГц одновременно ничего не видят. Или наоборот, видят эти, они видят все остальные. Говорит обычный узкий спектр, это очень интересно. Ну и, наконец, Чайм. Чайм в 2018 году ходили, значит, телеграммы и всякая неофициальная информация, что они таки видят всплески. И в самом начале 2019 года, в январе, Чайм выложила пачку статей, естественно, они все в Nature. они увидели 13 новых источников, 12 новых одиночных всплесков и еще один источник повторных всплесков. всего лишь второй. Поэтому это все попало от Nature. И, что важно, они впервые увидели сигнал на низких частотах, вплоть до 400 МГц. Это крайне важно, потому что, если у вас источник находится в очень плотной оболочке, что, естественно, для совсем молодой нейтронной звезды с возрастом, скажем, 50 лет, то низкие частоты не проходят через эту оболочку. И отсутствие до этого регистрации на частотах ниже 800 МГц связывали именно с этим, именно с идеей поглощающей оболочки. Но теперь придется объяснять, почему все-таки где-то видно до 400 МГц. Скорее всего, будет какая-то статистика, где-то видно, где не видно. Ну и я надеюсь, что это уложится в модель молодых нейтронных звезд, поскольку, естественно, оболочки разные у разных нейтронных звезд из-за разной динамики взрыва, из-за разной среды вокруг. Правда, при таких возрастах среда вокруг не очень важна. Важна особенность взрывающейся звезды. Соответственно, разные инструменты будут там со все большей эффективностью обнаруживать всплески. Я стремлюсь уже закончить. Соответственно, со всеми итоги. В 2007 году было заявлено об обнаружении принципиально нового феномена. В 2007 году это не выглядело очень доказательно, но в 2013 году люди окончательно поняли, что есть новый класс астрономических источников, астрономических объектов. Их много, этих всплесков. Темп тысячи всплесков в день. Если уходить на слабый поток, может быть, естественно, еще больше, мы не знаем. Но вот, грубо говоря, если бы Паркс смотрел одновременно на все небо, если вы поставите сколько там, сто тысяч парксов по всему, в смысле, и на севере, и на юге, чтобы они все время и на западе, и на востоке мониторили все небо, они будут видеть несколько тысяч всплесков в день. Мы не знаем точно, что это. Есть много разных моделей, включая очень интересную, с экзотической физикой. Но пока здравый смысл и астрофизический опыт говорит, что это должны быть молодые нейтронные звезды. Может быть, излучается энергия вращения, может быть, энергия магнитного поля, но магнитные поля наверняка все равно в игре. Сейчас статистика очень быстро растет благодаря вводу в строю новых инструментов. И на сегодняшний день известно менее 100 всплесков, ну, записанных в каталог, я бы так сказал. В каталоге записано менее 100 источников всплесков, но даже если записать все то, что известно к настоящему моменту, но еще не опубликовано, я думаю, что будет уже больше 100. Соответственно, в течение года перевалят за сотню и дальше пока будут открываться малые сотни, может быть, в год, но потом побольше с вводом в строй новых телескопов и, наконец, мы проживем до эпохи СКА. И тогда появится новая модель будет выбрана верная модель, может быть, она будет новой, конечно. И на этом история не закончится, потому что быстрые радиосплески это очень хороший инструмент, который можно использовать для изучения межгалактической среды, космологических задач, средней среды в других галактиках. То есть, они станут таким же инструментом, как вот потихонечку становятся гравитационно-волновые всплески, которых, как вы знаете, в этом году очевидно, количество удвоится. Сейчас начинаются наблюдения на Лайга, и у них будет годовой сеанс наблюдений, к которому подключится Вирка, чуть похоже, и может быть, даже запустится к агроглипонии в этом году, уже для коротких научных наблюдений. И, соответственно, рост статистики, важно не просто как рост статистики, а как рождение такой астрономии, вот появится астрономия быстрых радиоспризов. Соответственно, почитать обо всем этом можно много где, статьи выходят очень много. Повторюсь, угнаться за самыми современными новостями трудно, поэтому люди не писали большие обзоры в течение долгого времени. Но самый большой обзор, это один из двух, ладно, больших обзоров, наш обзор в УФН, УФН доступен по сети, поэтому я даже не даю, в смысле, он в открытом доступе, поэтому я не даю даже архивную ссылку, соответственно, там статья на русском, но если вам удобнее читать из архива на английском, можете найти, она в июне прошлого года вышла в архиве. Ну и есть более свежие обзоры, но более свежий, они, более свежий, большой обзор, посвящен в основном именно теоретическим моделям. То есть люди создали, возвращаясь к тому, что вы можете делать, люди создают не только каталоги источников онлайн, люди создают каталоги теоретических моделей. И в частности есть целый такой онлайн каталог теоретических моделей быстрых радиосплесков. И этом священ отдельный обзор, если вам интересно. Я ссылку выносить не стал на слайд, но можно спросить меня или легко найти. Спасибо. У вас осталось две минуты жгучие вопросы про быстрый радиосплеск, идеи, что это может быть, инопланетян предлагали. Да, пожалуйста. Да, вопрос. С возрастом раньше обнаружить всплески из пульсаров даже меньше, а еще поток аж 40 океанских. Да. И на низко, на низких диагностях тоже можно быть, то есть диагностирование на уровне саквали, и в принципе можно приехать. Ну, смотрите, да, хороший вопрос. На низких частотах до Лафар вообще ничего не работало все-таки. Ну, так, по большому счету. Инструменты были так себе, то есть, скажем, там, пущены или GMRT в Индии, это инструменты с жуткими шумами, то есть, там можно наблюдать только достаточно там мощные повторяющиеся источники. То есть, там, мы с коллегами пробовали, скажем, на GMRT наблюдать, ну, в общем, просто все наблюдения были выкинуты в корзину целиком, потому что очень много шумов, которые плохо отделяются. Борьба с шумами это очень серьезно. Проблема перитонов на Парксе была решена тем, что они поставили новую систему мониторинга низкочастотных шумов, которая, там, такая современная, довольно навороченная и недешевая. Соответственно, из-за вот трудности идентификации, легкости перепутать что-то с шумами, в ранних анализах просто короткие, даже мощные события откидывались. Но есть у вас какой-то мощный сигнал. Вы максимум, вы проверяете, не было ли гамма-всплесков в этот момент, не смотрел ли ваш телескоп на вспыхивающую звезду или еще на что-то. Не было, не смотрел, и все. У вас есть загадочное событие, такой вау-сигнал, и вы его откладываете. Вы не уверены в нем в достаточной степени, чтобы как-то объяснить, что это не шумы. Дать честное слово, естественно, рецензенту будет недостаточно. Поэтому до появления методик хорошей идентификации разделения шум-не-шум это не удавалось. Технику я не расскажу, я даже не знаю, кто у нас расскажет как следует. Может быть, Сергей Трушкин из САО или кто-то еще. Вот в САО, кстати, они пытаются на Ротане наблюдать, и они говорят, что они увидят только если им там так полыхнет прямо в телескоп. Они видят гигантские всплески от краба, например, но там они знают, куда смотреть. Вот про ФРБ у них надежности не хватает. Да? Ну, на самом деле там не совсем платно в итоге в том смысле, что вот эта разорванная сосиска, если она очень близко разрывается, то она уже упадет все равно за время порядка миллисекунд. Ее просто сильно дальше не растянет. Ну, потому что, по сути, у вас получается, вы разорвали, и вам, как бы, эти нужно притормаживать. Чего не получится, можно только ускорять. И поэтому они упадут все вместе довольно быстро и сгенерируют вот некую единую такую оттекающую оболочку. Ну да, она будет складываться из нескольких, но все-таки это вот как, не знаю, там, плохо синхронизованные много динамитных шашек, не идеально синхронизовали, но они все равно взорвались быстро. И поэтому все равно ударная волна пойдет более или менее единой, у нее будет какая-то сложная структура. А излучающим является вот не прям стук момента удара, я не конкретизировал эту модель, но вот источником излучения является оттекающая оболочка, сформировавшаяся в рыве эти удары. И даже если у вас там за соответственно пару миллисекунд выпало несколько осколков астероида, то все равно в динамике оболочки на масштабе в 10 раз больше, 0,2 миллисекунды, а тут 2 миллисекунды. Это будет более-менее единый процесс, так что здесь у них, кажется, нет большой проблемы. Скорее они пытаются решить, если там астероид постепенно летел, разваливался на орбите, это может быть растащено на несколько таких больших комков, и они будут выпадать один за другим, и так они хотят повторные всплески объяснять. Но опять-таки разорвал на комки там всегда есть самый крупный. Это тоже может работать, если он в 10 раз массивный всех остальных, он и даст основной вклад, а остальные там слабый шум, который вы можете просто не заметить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok